Хочу рассказать насчёт бабушек и голосов и песен. Вы не поверите мне, бабушка, я не помню ни одной песни. Вот «Царствие небесное бабушке Тане» и «Дедушке Грише». Нет у меня, вот нету. Я это вам высказываю не для жалости, а для того, чтобы вы, если вы бабушка или дедушка, пойте песни. Пойте песни. Мне не пели. Не папа не пел, не мама. Ну, мама пела только, когда я болела. Впечатление же, знаете, чтобы на меня не орали или посидели со мной, помолчали. Надо было заболеть. Только тут начиналась сразу другая, другой ужас. Меня начинали лечить. Меня начинали поить жутким молоком, в общем, от которого у меня и рвота, и всё. И вот это вот я парила ноги, что вот у меня там всё это с меня текло. Я так рада, что я увезла Артура в Аргентину, потому что за 4 года я увидела, вообще попала в другую культуру, вообще в другое общество, вообще в другие привычки. И всё это вообще, вообще отпало как ненужное. И когда ты попадаешь в какую-то, знаете, в какие-то экстремальные для меня ситуации из другой страны, но для них это абсолютно нормально. И ты не можешь требовать, чтобы вот все они вот переделались на тебя. Это просто невозможно. И там и сквозняки везде, и то, и сё. И спят только по кондиционерам, и спят вообще вот разгорячённые, и всё. И вот все такие, как ты можешь там пить воду натуральную, только нужно ледяную вот так вот льда насыпать, и туда ночь воды. Потому что если жарко, то нужно обязательно, что чем-то ледяным себя вот там успокоить, я имею в виду, охладить. Логично, логично. Но вот эти вот страхи, когда меня кинули в такую, когда я не умела, например, плавать, и меня кинули на глубину, и вот мне надо было как-то там. И причём, если, знаете, вот не только меня бросили, это только я сравнение отдаю. А вот побросали, вот все умеют, там все толопаются, и эти меня вот бросили, что я не умела плавать. И смотрю, они все толопаются, и вот могут плыть, вот там всё нормально, и улыбаются. А я понятия не имела, что я умею плавать, но смотрю, они вот бьют ногами, руками, и ещё и улыбаются. И я тоже начинаю, и в общем, я тоже, вообще-то, как мир перевернулся, 180 градусов, что из того, что я в детстве не могла мороженое есть, потому что у меня одно мороженое, и всё, я хватала ангину. Ну, а тут я приехала в Усатого в 2004-м, про вообще другой человек, и Артур другой человек. Если мы побегали, мы насыпали льда себе полную, эту вот полную чашку, наливали обычную воду, и вот нормально. И мать меня, она была в шоке, и начинала, что ты делаешь, что ты делаешь в этом вот. Вот, знаете, начинала, человек вообще не понимает, что мы так вообще уже 4 года, ну, вот Артур 4 года, а я вообще 5 лет, к этому привыкли, и это нормально. И она меня вот тянула опять, вот начинала эту панику, вот воспаление лёгких, это вот. Я говорю, да успокойся ты, если мы сюда вот не свалились с неба, что я раз и начала, это не эксперименты. Это не эксперименты, я попала в общество, в котором все так живут, это совсем другое. Когда вы попадаете в общество, в котором все так живут, и вы ассимилируетесь, поэтому я и не притягивалась. Мне было как-то не очень интересно с соплеменниками иметь, ну, вот я именно говорю за диаспорой. Да, у меня были знакомые, вот, соплеменники, иммигранты, но не вот диаспора, не диаспора, не те, которые вот живут по вот таким вот стандартам. У меня были отдельные люди, которые до сих пор вот у меня остались, мы до сих пор дружим, вот, больше 20 лет. С 2000 года вот мы дружим, и я счастлива иметь их в друзьях. Вот, мы несем эту вот дружбу, говорю на полном серьезе, мы несем эту дружбу, и вот с улыбкой, и мы вместе это все прошли. С нашими привычками с Украины мы все приехали, допустим, в Аргентину, и приспособились там, выжили, и как-то разъехались в разные страны. И вот, я вам серьезно говорю, то, что мое детство, это воспоминания вечно какого-то кошмара, вечно какого-то насилия. Вот, и за песни, я же говорю за песни. Артуру Сашина мама песни не пела. Во-первых, папу он вообще никогда не видел родного Гену, его маму вообще никогда не видел, просто не видел. Я не знаю, умеет ли она петь, даже вообще, какой у нее голос, ничего не знаю, ничего не знаю. Вот, живет в себе человек, вот, вот, в Одессе, и все, ну, и долгих ей лет жизни, мужа ее, царство небесное, тоже понятия не имею, умел ли он петь. Гена, честно, я не помню, стихи он, это вот, я не помню насчет песен. Насколько я помню, стихи был первый, который не ломался, я вот задала вопрос, спой песню, он не спел. Для этого не нужно иметь, Нила, там, ой, у меня головы, начинаются вот эти вот ломания, у меня нет голоса, у меня нет того. Я с сестре своей Юлии пела песню, она мне не пела, ну, я просто к тому, Артуру я постоянно пела песни. Артуру, ни Сашина мама, ни Саша никогда песни не пели. Я пела, я единственная пела, вот я единственная пела, понимаете, я к тому, бабушки его не пели. Ни моя мама никогда Артуру не пела, вот не пела этот вот, никогда, а бабушка Аня. Вот вся такая добрая, добрая песни не пела человек, который никогда своему, вот она так говорила, что любил Царствие Небесное, тоже Анне Семеновне, я его только Анна Семеновна называю и никаких претензий там вообще не предъявляю. И вот что говорить, да, она меня обманула, на полном серьезе обманула, что у нее, а Вовка, ну, вот старший ее сын, она говорила все время, выбирай, мне запретили, ну, Саша запретил, отговорил, к пистолету мне никто не держал, к его виска. Сказал, не надо тебе видеть, брат, а знаете почему, вот с первого, как я провела расследование, увидела, он психически больной, и мама, она не говорила, что этот вот Володя психически больной. Один раз поговорить с человеком, сразу видно, психически больной. С Сережей, моим братом, не сразу увидите, что он психически больной, не увидите сразу, и моя мама тоже не сразу увидите, что она психически нездоровый человек, и с Сашей Мазжуга не сразу увидите, а знаете почему, вот Валюша видела, она видела Сашу Мазжугу, первое, что я спросила, Валюш, как вот он тебе, человек как человек, уверена, что если посмотреть на Сашиного брата, во-первых, вот человек, который вот так вот делает, видно, правда, психически больной, психически больной, а здесь так хитро задумано, всё так хитро запущено, потому что у меня Серёжа, брат, он дееспособный, Саша дееспособный, а Володька дееспособный, а Серёжа дееспособный, он до сих пор дееспособный, а мама очень хитро замутила, она на словах говорит, что она опекун, а реально по закону она не опекун, у него нету опекунов, он дееспособный, могла ли она это сделать, опекунство? Да, конечно, но вы знаете, что здесь сразу же по закону вся ответственность на неё ложится, по закону государственному, ну смотрите, ну есть же ещё законы Божьи, вот когда она пойдёт на тот свет, да, пусть живёт долго, всё, я желаю только добра, опять же говорю, не из-за того, что я там великая, во-первых, да, вот мне всегда хотела, я всё время в голове у меня было, а если я там пошлю что-то плохое, вдруг оно мне вернётся, ну вот насчёт бумеранга, я там кидала, пыталась эту тарелку или тачик, которая возвращается, вот, поэтому не надо мне говорить, что я святая, это всё я для того делаю, если я прощаю, вот, и мне может проститься, я просто вам говорю, законы надо знать, смотрите, очень хитро, очень всё сделано, когда приходит полиция, мама звонит в полицию, полиция приезжает, она такая вот, вот тут инвалид, значит, я там опекун, они-то не проверяют документы, насчёт она там начинает говорить за приступы и так далее, а по закону он дееспособный, а знаете, что дееспособный, значит, можно его уболтать, а он по мозгам как ребёнок, вот, а его легко уболтать, продать квартиру, и всё, всё, дееспособный бомж, а когда опекунство, а, тогда уже по закону нужно притянуть, можно, по закону, вот здесь вот, не человеческому, а по закону стран, скажем так, если теперь, вот, я же говорю, если она умрёт, так, как она будет перед Господом отвечать, что она вот это вот лицемерие проявляла, Артур разобрался, Артур разобрался, ну, а по закону Артур, мой любимый, дорогой, Саша дееспособный, дееспособный, искать пути с ним общения, нужно дееспособную, вот, что он абсолютно дееспособный, и вот я на это делаю упор, если у меня вся семья психических больных, так почему я, вот, не надумала прорастать корнями в человека, почему, вот, я любила его, да, он мне, вот, он был герой моего романа на тот период, на длительный период, а вот я говорю, что, потрясающий факт, да, что не бабушка Аня, которая говорила, что так любила Артура, никогда ему песни не пела, не моя мама, вот, если у вас, если Артурчик по-другому помнит, кто поёт? Вот я вижу, что Валюша поёт, слава Богу, и я своим детям пела, вот так вот, любила, люблю детей, и пойте своим деткам и внукам песни.